Ребят, всех приветствую! По трассе с Вадимом установились. Едем на рыбалку, как вам обещал, позавтракать. Кофей кушать возьмем, горяченькую возьмем. Вот по трассе прям ряд кафешек идет, в любую можно зайти, очень удобный и сервис, а не диквайн. Так, ну вот, ребят, здесь поедим. Муточку заказал с вермишелем. И кофеечек. Сейчас позавтракаем и вкус. Ребят, по трассе остановились, в туалет зашли, посмотрите, раковины какие необычные. Без какого-то углубления, округлостей. Куда вода льется, непонятно. Ну и никуда не разливается. Удобно. С растениями туалетик удачный. Но мы прям уже полпути проехали. Ребят, опять по трассе остановились перекусить, устали. Осталось немного проехать, уже больше полпути проехали. Еще часа, наверное, три нам ехать в кафешечку, сейчас покажу вам. Тут прямо у дороги, тайцы в своем доме, где и живут, и тут и кафешку у них сразу. Вот они нам супчик делают, видимо, семейные пары. Водички в стаканчиках попить. В принципе, все как в Паттайне. Все у них тут, видите, с океантами, с буддизмом связано. Комнатушка вон какая-то у них там. Телевизор любят всей семьей, они обычно по вечерам смотреть. Все, хотел сказать, сколько их тут, все непонятные. Какой-то святой остался в памяти находки у них. И лестница на второй этаж. Время 4 часа дня, мы в 9 выехали из Паттайи. Так, ну вот, ребят, нам принесли, видите, лук со свининой, салатика. Водички попьем со льдом или кулой, если можно добавить. И рис. Вот так вот выглядит. Две порции, видите. Так что перекусить, это очень вкусно. Кстати, рис вот такой липкий, очень вкусный. Сходил я руки, помыл, потому что он тут руками только естся. Советую попробовать. Если где попадется вам, обязательно поешьте рис сахар. Редактор субтитров А.Семкин Ребят, приехали до непонятного места, добрались это. И город, не знаем, как называется, на речке. 800 километров прохерачили. Вот пытаемся насчет номера договорить. Кстати, ребят, холодно. Можете поверить, холодно, блин. Надо какой-то кофточку одевать. Так, ну вот такой номерок. Вадим, покажи номер, как выглядит. Халуй, мой френд. Так, ребят, вот этот номер 550 бат стоит. Мне кажется, не стоит он 550 бат. Что? Зайди. Так, по жизни. Ну, на всякий случай снимем, чтобы мы имели с тобой в виду уже. Что здесь? Что, берем? Мой френд. Сон кун пай тун ний кин хау, китва ле око ма, окей? Окей? Капун крат, мой френд. Ну что, я ему сказал, мы сейчас поедим и подумаем. Другие отели посмотрим. Вот, мой френд. Кун пай кин хау. Окей. Капун крат. Где мы с тобой? Так, ребят, здесь мы покушать заказали у них. О! Оруй, май. Оруй, а! Принесут нам сейчас сюда поесть. Вот за этот столик. Так, ребят, ну вот, что нам принесли. Уж ну ничего себе. Тут даже, чтобы добраться. Сейчас скажу вам, что это на вкус у нас. Честно говоря, судя по картинке, чуть-чуть другое должно было быть. Ну ладно. Ребят, хотел бы вам сказать, как это место называется, но боюсь, Вадим на карте речку-то выбрал, не что выбрал, как называется, хер поймешь. Ну, мы, конечно, у кого-нибудь спросим. Ценник недорогой. Но, что за местность пока непонятно, ребят, городок это поселок, пока непонятно что, но похоже на какой-то поселок. А, если в отель в этот будем заселяться, тут узнаем, как называется, но сейчас, ребят, Вадим выбирает отель, и вон, что-то уже выбрал, да, Вадим? Выбрал? Что-то выбрал. Если поедем, не понравится, вернемся в этот, в принципе, нормальный какой плюс, речка на рыбалку рядом, прямо здесь, еда есть, 7-11, покажи, что есть, Вадим. Ну, отель, номера вы уже видели, одноместный, 550 бат, приемлемая цена, сейчас поедим, поедем еще, снимем другой отель, вам покажем, что за ценник, что за отель, но, говорю, если 100, вернемся сюда, меня, в принципе, все устраивает. Я, Вадима, подговариваю остаться здесь, ну, прокатимся, глянем, вырубай, Вадим. Ребят, с отелем мы определились, и называется это место, поселок или городок, ход называется, вот название есть, сейчас поедим, отель второй посмотрим, и посмотрите, как интересно, речка извивается, ну, завтра поедем на рыбалку, все, вам речку саму покажем, прямо идет по центру этого городка, небольшого река. Так что, ждите, будем очень надеяться, что что-то поймаем, вам покажем, сами съедим потом, лишь бы было что. Так, ребята, это мы с Вадимом на эти машинки прибыли, а то вы не видели, на чем мы приехали. Вот на такой машинке. Блин, что Вадим с глушителем сделал, совершенно непонятно. Называется это местечко, у нас вот так. Красивенько, уютно, очень тихо. Слава, декорав. Слава, декорав. А ух, он он, мимой? Так. Ми? Став. А ты най, я говорю? Маки, как? Сон, кум? Сон, кум? Тимон. Сон, кум? Чай. Чай. где вы это делаете? 690 бат в кухне вы поставили анкету дай май? да очень хорошо говорит Вадим с завтраком английский завтрак сейчас покажешь номера место такое красивое и тихо place beautiful дверь в никуда вадим смотри дверь а за ней видать если и откроешь в мир иной попадешь к духам блин а я думаю в мир иной вход красиво гляди как так ребят вот такой номерок вот такой номерочек и вешалка ничего особенного от того ничем не отличается владимир ничем не лучше номера ребят нашу все в порядке здесь очень тихо птички кузнечики поют нам понравилось место пока на два дня с вадимом остаемся именно здесь здесь завтраками он нам объяснил яичница есть сосиски рис чай кофе горячий делают по утрам 690 бат стоит в сутки сейчас мы отдыхать а завтра мы с вами встретимся заново начнется рыбалка уже конкретная